Казармы в восточном стиле появились на берегу Днестровского лимана в 20-х годах 19 века. Тогда император Александр I издал указ об усилении обороноспособности государства. Военная часть просуществовала здесь полтора века. К сожалению, в 1997 году было принято решение о ликвидации данной воинской части как структурного подразделения 180-й дивизии, входящей в 14-ю армию. Поэтому здесь в данном случае находились кадровые части мотострелкового полка. Найти среди местных жителей тех, кто знает, что случилось с Александровскими казармами, оказалось непростой задачей. Странная ситуация, ведь опрос мы проводили среди жителей соседнего дома, ближайшего к бывшей воинской части. Нет, нет, не знаю. Без понятия. Историю? Ну так не очень. Но все же на пути попались местные, которые помнят, как умирала воинская часть. Я знаю, что при независимости их еще лет 10 пытались как-то поддержать, как бы они были на балансе военные, как Минобороны или как. И потом их просто отпустили. То есть охрану не стали держать, перестали платить охране зарплату, и как бы они пошли в упадок. Начали их, скажем так, местные жители растаскивать на запчасти. То есть кирпич разбирать, шифер где-то на дальнейшие стройки. А частный сектор, короче, дрова, балки распиливать и стапливать в печках, в котлах, скажем так. Было построено в 1820 году. И все. А потом ее расформировали, это была воинская часть. Ну это еще, я вот такой еще был, когда ее расформировали, это где-то в 90-х годах. После ликвидации воинской части здесь произошел пожар. Активист Игорь Елен считает, что кто-то специально совершил поджог. Охочи до лакомых земель, которые находятся буквально на склоне возле лимана, в центре города практически, недалеко от мэрии, решили, что данные объекты здесь не нужны. Будущие военные, якобы военные, не видя здесь своего будущего, и просто путем поджога было уничтожено и фактически здание, и нанесен серьезный ущерб истории города Белгороднестровского. Однако узнать истинную причину пожара уже вряд ли удастся. Зато громко могут говорить четкие факты кадастровой карты. Оказалось, что полигон, ранее часть территории казарм, теперь числится как частная собственность, причем предназначенная для строительства жилого комплекса. Полигон уже успели обнести забором. Правда, справедливо заметить, что после этого никаких работ не началось. Зарегистрирована в геокадастре землюстроительная документация, в соответствии с которой 3,62 гектара бывших земель обороны, фактически сейчас имеют частную форму собственности и целевое назначение для строительства, обслуживания многоквартирного жилого дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры. В распоряжении Министерства обороны находятся действительно золотые земли государственной формы собственности. Возводить здесь жилые комплексы, конечно же, нельзя, а вот строить жилье для семей военнослужащих можно. Но почему-то кому-то выгоднее, чтобы эти земли попросту находились вот в таком замороженном состоянии. Как раз в сюжете прошлой недели мы показывали вам, как вытесняют из квартир семьи военнослужащих на проспекте Гагарина, 19. Люди живут в страхе оказаться на улице, но здесь, на землях береговой зоны, государства и не планируют строить жилье для военных или восстанавливать казармы. И это в период, когда Минобороны якобы декларируют усиление обороноспособности армии. Земельный кодекс четко дает понять, что территории, на которых находили воинские части, во-первых, они имеют государственную форму собственности, второе, они имеют исключительное назначение землеобороны. На землях обороны, землеобороны может использоваться только в определенном, иметь определенные виды использования. В частности, они могут быть использованы для строительства жилья военнослужащим. Напоминаю, не просто каких-то жилых комплексов, не просто каких-то торгово-развлекательных учреждений. Исключительно для военных нужд и в частности для строительства жилья военнослужащим. Насколько мне известно, решений о строительстве здесь жилья для военнослужащих не применялось. Мы пытались получить официальный комментарий от белгороднестровских властей. К сожалению, сделать это не удалось. Мэр сейчас находится в отпуске. Так что ждем разъяснения ситуации со стороны официальных лиц.